Люберцы в судьбе первого космонавта сыграли далеко не последнюю роль. Три года Юрий Гагарин жил и учился в нашем городе. Здесь он получил свою первую профессию – формовщик-летейщик. О люберецком этапе жизни будущего космонавта в нашем следующем сюжете. Знакомство Юрия Гагарина с люберцами могло не состояться. В столице приемная кампания для битурентов уже завершилась. Среди возможных вариантов Юрий вместе со своим дядей Савелием Ивановичем выбрали Люберецкое ремесленное училище номер 10. В 1949 году будущий космонавт начал здесь осваивать профессию формовщик-летейщик. Во время учебы проявил себя как очень активный, дисциплинированный студент-отличник. Была практика на заводе Ухтонского. И знаю со слов Анны Тимофеевны, мамы его, что он даже свою зарплату отправлял родителям. За плечами у 15-летнего Юры Гагарина было лишь 6 классов средней школы. Этого было недостаточно, чтобы в будущем получить специальность инженер. Поэтому юноша параллельно учился в школе рабочей молодёжи. Сохранилось и свидетельство, выданное Гагарину Юрию Алексеевичу. В нём только отличные оценки. Успевал будущий космонавт не только учиться. Он даже играл в духовом оркестре. Он был хороший спортсмен. Его физическая форма была его спутником, потому что он физкультурой занимался с детства. Об этом говорила его мама. И потом он всё развивался, говорит, это мне поможет в жизни. В 1951 году Юрий Гагарин окончил Люберецкое училище и поступил в Саратовский индустриальный техникум. Там же в аэроклубе начался его путь в космос. 12 апреля 1961 года весь мир узнал имя первого космонавта. Желаю вам доброго полёта! Я желаю один, мы желаем вам доброго полёта! Всё нормально! Поехали! Это было ликование и в городе, и во всей стране, и, конечно, техникум. Очень гордился тем, что ученик так высоко взлетел, открыл эру космоса. Директором училища и одновременно преподавателем будущего космонавта был Василий Михайлович Быков. Позже наставник и талантливый ученик дружили с семьями на протяжении всей жизни. В год полёта первого человека в космос Евгения Петровна, супруга Василия Михайловича, организовала в стенах училища музейную комнату, посвящённую покорителю космоса. В 1965 году Юрий Гагарин приезжал в техникум, общался со студентами и преподавателями. В тот визит космонавт заметил, что в музее слишком мало космических экспонатов. Сам Юрий Алексеевич предложил нам костюмы высшего пилотажа и свой скафандр. С 2016 года постоянная экспозиция расположилась на первом этаже исторического здания, где и учился герой Советского Союза. Здесь есть парта, за которой он сидел, и фуражка учащегося ремесленного училища. Её в Дармузею передала мать космонавта Анна Тимофеевна. В 1984 году у здания техникума установили памятник первому космонавту. И вот интересный факт. В Лондоне есть точная копия Люберецкого памятника. С 2011 года она украшает Королевскую обсерваторию в Гринвиче. Имя Юрия Гагарина тесно связано с люберцами. В его честь назван проспект на севере города. Техникуму, где он учился, присвоено его имя. И пусть на формовщиков-литейщиков здесь уже не обучают, но гагаринское движение живёт. Ежегодно, 12 апреля, 12 лучших студентов принимают в ряды гагаринцев.